Потому что вы должны понимать, что по этому списку вам придется именно работать с вашим спонсором, и по этому списку, первое, вы будете получать свой опыт. Он может быть позитивный, и он может быть негативный. Наша задача, чтобы даже если он, те люди, которые вас не услышали, или не подписались, или вас проигнорировали, чтобы вы набирали этот опыт, для того, чтобы вы как сталь закалялись, чтобы вы не пугались уже отказов. И поэтому, сначала поэтому мы говорим о том, что для нашей легкой системы у нас есть система 14 встреч. Буквально вчера президент Сергей Сергеевич Куликов именно обращал внимание на наш бэйк-офис и на наши все занятия внутренние. Только пошагово, если даже прочитать, уже можно делать пошагово, можно делать первые шаги. Это на месте организовать мероприятие, пусть это у себя дома. То есть собрать так называемый коллектив, маленький коллектив единомышленников. Почему? Потому что вам важно, чтобы у вас были единомышленники, чтобы вы не только думали о своих целях, а могли, может быть, ваше желание было помочь осуществить цели вашему вышестоящему спонсору, а может быть, ниже стоящему партнеру. Вот что важно. И поэтому у нас так называемое есть тоже, знаете, вот как пошаговое, есть именно статус входа. То есть это не просто так сделано. Почему это сделано? Вот тут я просто ждал от вас, что вы по этим четырем основным маркетинг-планам зададите вопросы. Я теперь плохо вижу, девчат. Татьяна, Людмила. Мы видим вас, видим. Да, есть у вас вопросы по стартовым бонусам. То есть что это такое стартовый бонус? Виталий, вот у меня такой вопрос. Я хотела спросить. Вот мы зарегистрировали человека, он подписался, мы зарегистрировали. И мы его ставим в левую ногу, правильно? Ну да, если вы зарегистрировали, его ставьте в левую ногу. И дальше мы начинаем работать. Он начинает дальше с нами работать. И потом, он, например, захотел кого-то зарегистрировать, мы опять ставим его уже в левую или в правую ногу? Смотрите. Все время делаем влево, идем налево, налево и налево. Классно. Смотрите, Татьяна, я понимаю, что это важный вопрос. Вопрос, как я понимаю любой вопрос? Это, знаете, как учителя в школе. Для того, чтобы занятия пошли не по плану учителя, то задаются вопросы, и учитель может целый урок рассказывать, рассказывать, рассказывать. И в конце концов урок прошел, и все счастливы, что урок прошел. Я отвечу вам на вопрос, но мне хотелось бы сначала, чтобы вы ответили. Вы лично сейчас ответили. Вы знаете, что такое стартовый бонус, и для чего сделаны вот эти статусы входа, и чем они отличаются? Ко всем вопросам. Девочки, давайте активнее. У нас занятие сегодня. Я отвечу на вопрос Татьяны. Дальше. Я поэтому дальше и дойду. Это как раз маркетинг и план ваш вопрос. Дальше, Татьяна. Я отвечу. Я не смотрела, честно признаюсь. Я вперед смотрела его. Он говорил, групповой, стартовый, личный бонус. Я вперед смотрела, да. Стартовый бонус, сколько мы набирали единиц. Насколько человек будет заходить. На 100 единиц, на 200 единиц. Да. Ну, спасибо за честность. Потому что, смотрите, действительно, я понимаю, что многие действительно не смотрят, не читают, не смотрят. И это нормально. Когда люди начинают... Я просто устраиваюсь на работу, и поэтому я проходила комиссию. Я до обеда, после обеда, вечером... Татьяна, Татьяна, это не вругань вам абсолютно, да. Просто вы сказали честно, а многие просто промолчали. Это нормально, да. Хотя, действительно, люди бывают по год, по два в компании. И не знают маркетинг-план, не знают, почему он так сделан. Поэтому наша задача... Вот мы с Надеждой, когда познакомились с компанией PL, и по вопросу маркетинг-план, вообще по вопросу, мы подходили к Жене Новиковой. Это было в Чехии. И мы спросили у нее, вот как это, как это. То есть у нас были свои открытые вопросы. То есть как здесь заработать деньги. И она нам спросила, маркетинг-план знаете? Мы сказали, ну так себе. Она говорит, вот так себе и зарабатываете. То есть пока мы с вами... Вот проснули, встали, маркетинг-план нам спросили, мы уже ответили. Пока мы с вами не выучим маркетинг-план, то есть мы с вами не знаем, с чего мы будем зарабатывать. Мы не знаем вообще, куда мы идем и что мы делаем. Понимаете? Это очень важно. Поэтому задания, когда даются, мы вас просили, да, даже если вы работаете, даже если у вас внуки приходят, у вас есть целая неделя, найдите себе время, например. Это может быть вторник быть, это в четверг, да, где вы возьмете себе час или два времени чисто для себя, для компании EPL. В субботу вы записали два часа, это вот презентация, одна неделя, презентация, занятие, презентация, занятие. Это должно быть, знаете, как а да я, чтобы каждый день, каждый субботу вы знали, что такое происходит. Туда приглашать людей. И берете себе еще по неделе время, изучаете полностью маркетинг-план, да, изучаете карьерный рост, развитие, какие бонусы даются, за что они даются, да, какие мероприятия проводит компания. Это все нужно потихоньку изучать, иначе нам тяжело будет с вами двигаться. Поэтому наше занятие именно, чтобы я сейчас повторю, да, у нас есть шесть статусов входа – 100, 200, 400, 600, 1800 и 3000. Для чего это сделано было? Для того, чтобы каждый человек мог себе выбрать, или он останется клиентом, или он станет нашим партнером. Партнер – это значит 25 условных единиц, но это еще не активность, просто регистрация. На 25 условных единиц он получает абсолютно все те же знания, абсолютно те же возможности, которые у вас есть. Следующее. Вы выбираете продукт, количество продукта. И здесь только на консультации можно показать, да, что разница между закупочной и продажной цене в многих продуктах почти уже в половину. Да, поэтому приобретая какой-то статус, мы даем возможность людям уже купить нашу продукцию дешевле. Поэтому на 100 условных единиц он может купить 2 или 4 продукта, соответственно, на 200 в два раза больше, 400 опять в два раза больше, 600, да, мы видим 1800 и 3000. Чем отличаются статусы входа? Только количеством продукции. И поэтому у нас часто идут, вы знаете, промоушены на разные пакеты, и часто бывает так, что на маленькие статусы входа 100, 200, 400 нету промоушенов. А на 600 есть промоушен. Почему? Потому что компания понимает, и вы должны понимать, что означает 600 условных единиц. То есть это говорит о серьезности, о намерении партнера, который заходит в компанию. То есть если он зашел на 100, на 200, это, скорее всего, потребитель, который просто хочет попробовать. Но если он уже целенаправленно идет, инвестирует деньги и покупает продукции больше, для чего? Значит, мы понимаем, что на 600 условных единиц ему этот продукт, может, не нужен, весь, сразу. Значит, он что будет делать с ним? Значит, он будет с ним угощать, он будет рассказывать, и он еще дополнительно, часто бывает, получает презентационный продукт. Презентационный продукт называется от этого презентационный, не поедальный. А мы часто думаем как клиент, о, как классно, у меня больше продуктов будет, и думаем, ага, я сейчас бы его продам, верну себе свои деньги. То есть, понимаете, мы думаем как потребитель, который хотел бы просто продукт дешевле. Мы же должны думать, что мы делаем этим, когда мы сами выбираем себе статус, на который мы заходим. Мы таким образом даем другим нашим ниже стоящим партнерам пример, потому что часто люди спрашивают, а ты на какой статус зашел? Я на 200, ну и я на 200. Если вы рассказываете, что у нас есть шесть видов входа в компанию, 100 и 600, 1800, то ваш партнер спрашивает, а ты на каком? Говорит, я на 3000. Он думает, что у него возникает? Вопрос, а почему ты на 3000? Это же такие большие деньги. И тогда вы можете легко ему показать в будущем, что это отражается. Но изначально вы должны понимать, что стартовый бонус абсолютно не отражается лично на вас. Он единственное дает вам возможность заработать в процентном отношении. То есть, если вы привели человека на 200 условных единиц, компания вам дает 10% стартового бонуса. Если вы человека привели на 600 условных единиц, компания вам готова выплатить стартового бонуса 17,5%. Но если вы привели в компанию уже человека активного и бизнесмена, или он уже где-то в маркетинге работает, он уже знает, как это все действует, и вы его можете уже объяснить, в чем преимущество нашего маркетинга плана, он обязательно зайдет на 1800 или на 3000, потому что он к вам пришел именно зарабатывать. И компания уже готова выплатить вам 20%. Вы должны это так понимать. Смотрите, если вы на 200 сами зашли и знаете, что за каждого человека, который вы приведете, компания выплатит вам 10%, то есть от 200 условных единиц, это 20 условных единиц, то вам нужно в компанию пригласить или подписать на 200 10 человек для того, чтобы только вернуть свои затраты. Понимаете? А когда вы сами на 3000, на 3000 или на 1800, получаете от каждого такого же приглашенного человека 20%, это от 3600 условных единиц, то вам всего лишь нужно пригласить в команду таких 5 человек, и вы тоже окупили свои затраты. То есть, понимаете, что 10 человек мы приведем, что 5 мы будем с вами потратить одно и то же время. То есть, к нему надо приехать или к нему надо позвонить, с ним надо поговорить. То есть, поэтому, в чем разница между тем, что люди за 200 заходят и на 3000? Только разница в том, насколько они понимают, да, их преимущества, их возможности. А мы с вами должны дать эти возможности, а не скрывать их и бояться, что что-то рассказать. Поэтому, конечно, еще раз говорю, где люди приходят на продукт, остается и за денег. Окей, Татьяна, Людмила, Светлана, я не буду спрашивать. Мы слышим вас, да-да. То есть, понятно? То есть, стартовый бонус – это бонус, который начисляется на каждого приглашенного нового человека. Все. Поэтому у нас компания, мы говорим, уникальная, отличается от многих компаний. Почему? Потому что наряду с стартовым бонусом – это те люди, которые активные. Они могут приглашать, приглашать, приглашать. Я бы всем рекомендовал бы на начальном этапе поставить себе цель, как можно больше зарегистрировать своих лично приглашенных людей. Это должна быть цель. То есть, на своем примере могу сказать, что первый год, когда мы с Надеждой меж собой договорились, что мы будем участвовать активно в компании APL, мы зарегистрировали 56 человек в первый год. Когда с того момента, когда мы сказали, мы готовы работать, 56 человек. Поэтому это не обязательно вы должны повторить. Вы можете себе цель поставить каждый месяц одного человека. То есть, в год это 12. Кто еще активнее может себе цель поставить в месяц? Два человека я должен зарегистрировать. Вот прямо должен два человека зарегистрировать. И неважно, на какой пакет. Цель, просто цель. Два человека в месяц. Два человека в месяц. Два человека в месяц. Неважно, на какой статус. Почему? Потому что количество потом вас приведет в качество. И этим мы будем вместе с вами заниматься именно на занятиях, чтобы именно донести важность работы в команде. И поэтому существует у нас второй бонус. Он называется групповой бонус. Отсюда, смотрите, само название за себя говорит группа. То есть мы работаем в группе. И теперь смотрите, здесь на примере уже стоит пример, где вы как раз, Татьяна, задавали вопрос, куда мы должны его поставить. То есть вы являетесь первым человеком у своего спонсора, например. То есть вы, теперь вы приглашаете человека. Но может так случиться, что ваш вышестоящий спонсор, ваш вышестоящий спонсор за это время уже зарегистрировал еще одного человека и поставил уже под вас. То есть такое может быть. Но этот человек не ваш человек. Он к вам попал, мы называем переливом. То есть у вас есть у каждого свои личные люди, но в системе групповой они могут попасть друг по другу. То есть мы называем это переливом. И вот здесь срабатывает, вы должны понимать, что у вас в начале есть две так называемые ноги или два крыла, как многие называют, левая, правая. Поэтому в принципе вам без разницы, куда вы первого человека поставите, в левую или в правую, вам это без разницы. Почему? Вам нужно одно знать. Для того, чтобы вы имели право получать бонусы, все бонусы, которые компания выплачивает, у вас должно быть первое условие. Вы должны сами быть активны. И два человека под вами должны тоже быть активны. Что значит активны? Это не те люди, которые зарегистрировались на 25 УЕ, а те люди, которые выбрали пакет. Поэтому, если эти люди вы зарегистрировали влево одного и вправо одного, то вы условия выполнили. Так называемый треугольник. Вы уже условия выполнили. Это значит, вам что дает возможность? Вам дает возможность по групповому бонусу заработать с малой ветки. На примере. Вот тут стоит у нас. Левый человек зашел на большой пакет и получает 1200 PV. Что такое 1200 PV? Вы должны понимать, что у компании есть стартовый бонус. И от той суммы входа, от которой он зашел, минус 40% высчитывается PV. То есть, от условных единиц в PV это 40%. Поэтому, на 200 условных единиц, если человек заходит, он получает 80 PV. На 400 условных единиц он получает 160 PV. На 600 условных единиц он получает 240 PV. 1800 условных единиц он получает 720 PV. И на 3000 условных единиц он получает 1200 PV. То есть, максимальный бонус условных единиц 3000 дает нам максимально 1200 PV. И теперь стоит у вас пример. Один с левой стороны человек. Вот стоите вы, с верхней, да? И стоит левый человек. Он зашел на 1200 PV. Это как пример. А другой с правой стороны зашел на 720 PV. Видите, да? Что это означает для вас? Компания смотрит, какой из левой или правой, какая сумма больше, какая меньше. И от левой ноги выплачет вам дополнительный бонус. Он называется групповой бонус. Те люди, которые зашли на 200 условных единиц. Видите, да? Они получают от группового бонуса дополнительно к своему бонусу 15%. И вот здесь уже, когда люди зашли сначала на 100 или на 200, да? Они что видят? Что чем больше у них у самих пакетов, тем больше процент компания выплачет по групповому бонусу. То есть, в начале разницы никакой нет. Но когда у вас уже строится структура, и когда к вам люди приходят уже и делают под вами, уже делают определенные закупки товарообороты по новым контрактам, то вы должны понимать, что с товарообороты малой ветки вы получаете, если вы сами на 200 условных единиц, 15%. Но если вы были бы на 600 условных единиц, то вы бы с этого же товарооборота получали 25%. То есть, на 10% уже больше. И если вы сами находитесь на 3000 или на 1800, вы с этого же товарооборота получаете уже 30%. То есть, в этом случае я всегда говорю уже тем партнерам, которые уже зарабатывают. То есть, для чего вы оставляете в компанию процент, который вы автоматически уже могли бы заработать. Как вы могли бы его заработать? Очень просто. То есть, поставить себе первую цель повышения ваших статусов входа до 3000. Это можно делать сразу большим пакетом, если кто-то заходит. Или это можно делать потихоньку. Причем, если вы зашли на 200 условных единиц, вы хотите перейти на 400, то вы что платите? Вы покупаете продукт на повышение статуса и платите только разницу. Не снова 400, а разницу. Если вы хотите с 200 на 600, вы что платите? Разницу 400 условных единиц. И если вы идете на 600 и там есть промоушен, например, 50% подарок, то значит, вы на эту разницу 400 условных единиц получаете эти 50% подарка. То есть, поэтому, когда идут промоушен, ваша задача самим понимать, что вам лучше сделать апгрейд и выйти на другой уровень, другой пакет. Почему? Потому что, когда у вас пойдут уже люди, вы таким образом через ваш большой пакет имеете возможность заработать в групповом бонусе больше денег. Это очень важно. И важно, нужно понимать, что если вы пригласили одного человека, поставили в левую сторону и пригласили второго человека и поставили в правую, в этом месяце вы получили групповой бонус и вы должны сделать активность. Почему мы людям говорим, что активность обязательно у нас? Это с первого по седьмое мы рекомендуем делать, потому что вы не знаете, в этом месяце придут к вам люди или не придут, но лучше самим эту активность сделать. Это с минимальной активностью 40 PV. И теперь вам нужно знать, если ваши люди, которые зарегистрировали, не сделали активность, то бонусы вы в следующем месяце не получите. Поэтому что нужно сделать? Вам нужно опять в этом месяце проследить, чтобы в левой ноге у вас кто-то сделал активность и в правой ноге кто-нибудь сделал активность. Неважно, сколько человек там зарегистрировано. То есть могут быть в 10 ваших лично приглашенных в одной ветке 10 человек быть, а в другой ветке может быть только 5 человек. Вот из этих 10 один должен сделать обязательно регистрацию, активность, или в другой ноге 5 человек тоже хотя бы один должен сделать активность. И вы выполнили уже опять условия для получения следующий месяц бонуса. Кто-то фрага, пожалуйста, Людмила или кто? Доброе утро, это Наталья. Те, кто делает активность в моей ветке, это делают только лично мной приглашенные партнеры или те, которые попали по переливу туда тоже? Нет, только лично ваши приглашенные должны быть активны. Перелив – это вам считается групповой бонус, но ваши люди должны быть. Или в этом месяце вы должны зарегистрировать человека. Это тоже активность. То есть, ваш любой новый человек, это вам в этом месяце зачитывается как активность. Поэтому вот в этом очень важный момент такой понимать, почему мы инораз говорим, что важно регистрировать человека на пакет. Пусть будет маленький пакет, потому что вы сами у себя обкрадываете. Если вы кому-то купили продукт, сделали активность и перепродали продукт, и в этом месяце ваши люди не сделали активность, а вы продукт просто перепродали. И вы не получаете групповой бонус из-за того, что вы просто перепродали продукт. Но вы могли бы зарегистрировать этого человека на минимальный пакет и уже сделать активность для того, чтобы в следующем месяце получать структурный бонус. Понятно? Благодарю. Прямо отлично объяснили. Теперь вообще все понятно. Замечательно. То есть вы должны думать как предприниматель, который строит свой бизнес. То есть ваш бизнес в первую очередь закладывается в инвестиции. То есть если, ну смотрите, как любой бизнесмен, когда открывает бизнес, любой бизнес, парикмахерскую, он должен закупить оборудование, инструменты. Для вас что это означает? Ваш инструмент для добычи зарплаты – это ваша активность, это ваша инвестиция в бизнес. И вовремя смотреть, чтобы два человека сделали активность. Если они это не делают, значит это ваша ответственность. Значит вы должны найти нового человека и в этом месяце зарегистрировать его. И если вы так всегда будете думать, у вас колесо начнет работать. Потому что потом придет понимание, понимание, что из-за количества людей, которых вы сами пригласили и поставили в систему, у вас начнут появляться, отсеиваться, у вас начнут отсеиваться клиенты, вип-клиенты, партнеры, потом именно активный партнер и лидеры. Понимаете? Как дойти до лидеров? От клиентов. Не по-другому. К вам лидеры придут через количество людей. И тут вы уже потом должны знать, что вы будете получать еще лидерский бонус. То есть ваша задача теперь, вашего приглашенного человека, научить зарабатывать деньги. Для чего? Для того, чтобы он сам мог покупать себе продукцию дешевле и плюс еще, да, заработал деньги. И от группового бонуса, от группового бонуса, нет, стартового, от группового бонуса, то, что ваш партнер заработает, например, вы пригласили вашего первого человека. Он заработал в этом месяце тысячи условных единиц. Тысячу рублей или марок, евро, долларов, неважно. Теперь, если вы сами стояли на менеджере, например, статус или старший менеджер, вы видите разницу, да, вы получаете только с первой линии от менеджера 20%. То есть его приглашенный человек тоже заработал 500 условных единиц. Вы ничего не заработали, вы не получили со второй линии. Но если вы сами стали управляющий директор, это пакет 3000, управляющий директор, это четвертая строчка, смотрите, вы еще получаете дополнительно с первой линии от его зарплат, от 1000, например, 20%, это 200 условных единиц. От вашего приглашенного, от его приглашенного человека 10% и так до пятого уровня. И здесь срабатывает понимание, что чем больше у нас погоны, так называемые, то есть управляющий директор, потом идет корпоративный директор, потом идет национальный директор. То есть смотрите, от национального директора идут доход от зарплаты по групповому бонусу до седьмого уровня. То есть 2% это маленький процент, кажется, но если у вас большая армия, то 2% это очень большие доходы от зарплаты. Поэтому мы говорим о чем? Мы говорим о том, что мы с вами взаимовыгодны друг к другу. Наша цель и цель компании не просто продать продукт на улице, чтобы бегать и продавать продукты. Нет, наша задача изменить жизнь у людей, чтобы люди могли позволить себе зарабатывать деньги, быть здоровыми, счастливыми, жизнерадостными, могли позволить себе путешествовать, могли себе позволить осуществить свои цели и желания. Вот цель наша, миссия наших людей. Именно мы говорим, мы одна большая семья, которые идут к общему, общему, общей цели. Но каждый, доходя до общей цели, осуществляет свои цели. И это мы можем сделать вместе, понимаете, как одна сильная команда. Когда мы можем это сделать? Когда мы с вами начнем вместе, как одна команда, приглашать на ПВК. ПВК, 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 людей приглашаем, приглашаем. Что здесь срабатывает? Здесь срабатывает, вы одного пригласили, а мы сидим 10 человек. Теперь нужно кого-то спросить результат. Он поделился результатом. Человек слышит, ага, действительно есть результат. Не мы это рассказываем, а другие люди на других континентах. Что он хочет? Он хочет тоже попробовать и получить свой результат. Мы теперь говорим о деньгах, и мы заработали. Кто-то 100, кто-то 300, кто-то 500 в месяц. Что он хочет? Он тоже хочет зарабатывать. И мы можем только это показать на своем примере. Но для этого мы с вами должны знать маркетинг-план. Как они работают, с чего высчитываются. И быть с вами что? Активные. Потому что следующий наш бонус, который мы получаем, это с вами структурный бонус. Вот по структурному бонусу вы должны понимать так. Первое, что вы сделали? Вы каждому клиенту или партнеру дали возможность закупаться продукцией по той же цене, что и вы. Вы сделали шаг навстречу? Конечно. То есть вы не так, что вы перепродали продукт, чтобы лишь бы заработать с него. Нет, смысл не в этом. Вы ему даете те же самые возможности. Также путешествовать. То же самое делать, что и вы делаете. И компания вам выплачивает уже структурный бонус. Это бонус от вторичных закупок. Это как раз наша активность. То есть наших всех партнеров, когда начнут делать активность, вы всегда будете получать структурный бонус в размере. Теперь очень важно понимать, если вы сами находитесь на 200, 400, 600 и 1800 условных единиц, то вы получаете от закупок ваших партнеров, от личных закупок, первая линия от вашей линии 5%, от второй линии 6%, от третьей линии 7%, четвертая линия 8%, пятая 9% и шестая линия 10%. Здесь очень важно понимать, что в чем наше преимущество нашей компании по отношению к другим компаниям, чтобы вы это тоже понимали. Обычно все всегда говорят, что сетевой маркетинг – это пирамида. Слышали такое? Плошь и рядом. Конечно, сплошь и рядом. Почему? Потому что считается так, что сверху люди зарабатывают больше, а внизу ничего не зарабатывают. Вот посмотрите, наша пирамида перевернутая. Почему? Потому что на верхушке ваш первый человек, вы получаете от него 5%, а чем глубже вниз, вы получаете больше. То есть компания выплачивает вам по структурному внизу больше, чем сверху от ваших лично приглашенных. Для чего? Для того, чтобы вы заинтересованы были вниз в настоящем человеке, чтобы вы заинтересованы вниз были с ним работать. Понимаете как? Но с того момента, как вы стали управляющим директором и получили уже значок, и вы теперь уже управляющий директор, управляющий директор. То есть вы, само понятие управления, управленец, вы уже управляете вашими партнерами. Компания вам готова выплачивать до шестого уровня на все статусы, на все первый, второй, третий уровень 10%. То есть не 5%, а в два раза больше. То есть для чего это делается? Для того, чтобы мы с вами были активными, для того, чтобы мы понимали, куда мы с вами идем, для того, чтобы мы были в положении, но у нас должна быть армия. И теперь представьте себе, мы прекрасно понимаем, что из 100 человек лично приглашенных, в следующий месяц, может быть, не все сделают активность вашей первой линии, а может, сделают только 10 человек. И здесь срабатывает что? Они же тоже пригласили кого-то из 100 человек. Сколько у вас лично уже там второй уровень из 100? Если каждого по одному. 200 человек. Следующее. То есть понимаете, к чему вы? То есть если у вас сами лично приглашенные люди, то они приглашают кого-то, кто-то активный, кто-то пассивный, кто-то только одного привел, а кто-то, может быть, 50 человек привел, а кто-то, может быть, 100 приведет. Вы это не знаете, мы это не знаем. Это покажет только время. Но вы должны понимать, что если вы человека зарегистрировали, и он привел 5 человек в компанию, а сам потом ушел или по какой-то причине не сделал активность и не хочет покупать больше продукции, просто хочет остаться как довольный клиент. Что это для вас означает? То те люди, которые у него были в первой линии, автоматически переходят к вам в первую линию. Он не сделал активность. Его люди приглашенные поднялись к вам в первую линию. Понимаете? Это называется, то сжатие происходит, компрессия. От того, что человек неактивный, вы не можете ничего сделать. Это его решение. Но вы должны понимать, что вы должны понимать, даже простая формула, у меня ее здесь нету, даже 2, 4, 8, 16, 32, 64 и дальше 128 человек. То есть, вот ваша завершена, так называемая, вот эта вот схема, что она вам дает? Она дает вам, что вы в начале месяца сами сделали активность, сами сделали активность. Очень важно себя научить делать эту активность. И ваши люди сделали, 128 там человек сделали активность, то для вас это означает пассивный доход в размере 500 условных единиц. То есть, вы сами, вы сами 40 ПВ, грубо говоря, 50 УЕ, купили продукцию в начале месяца, а в конце месяца получили 500. В начале месяца сделали 50, в конце получили 500. То есть, вы должны так это думать. То есть, это активность, это ваша инвестиция в себя, в любимого, покупая продукт. Все сделали активность, вы автоматически 500 условных единиц должны в конце месяца иметь. То есть, зависимость от рубля, курса, это я сейчас не говорю, я говорю о цифрах. То есть, это пассивный доход, который получают люди. То есть, это нужно показывать людям, которые на пенсии. То есть, это может быть их пассивный доход. Это люди, которые студенты, это их могут быть пассивный доход к зарплате, к пенсии. Это люди, которые сегодня вынуждены работать и могут себе сделать этот пассивный доход. Но для этого нужно понимать, что нужно самому быть активным именно в первом этапе, в первом продвижении. То есть именно самому поставить себе цель. Два человека в месяц, например. Виталий, можно клинику? После того, как партнер в твоей первой линии ушел. Вы это можете все проследить в бэк-офисе. Отдельное занятие, когда будет с надеждой по бэк-офис, вы можете задать именно вопрос, как можно отследить. Но это все идет автоматически, Светлана. Нет, а если этого не происходит, где это можно узнать? Еще раз. То есть ситуация есть, а на самом деле партнер был в второй линии, так и остается. Идет всегда сжатие, Светлана. Всегда. Эта программа считает, это не может быть партнер или его выдрали партнер. Если он не сделал активность, программа сразу его ставит к вам выше. Идет, да. Автоматически. Ладно, посмотрим. Хорошо, спасибо. Да, это вы можете на примере, если вы заметили, например, кто-то не сделал активность, вы можете посмотреть доход ваш именно по структуре. Потому что шестой уровень все равно выплачиваются бонусы. Это автоматически программа. То есть тут никто не может вытащить у вас кого-то или не вытащить кого-то. Конечно, это надо проследить. В любом случае это проверять нужно. Но это потом отдельно с надеждой вы можете прямо зайти в бэйк-офис и посмотреть именно конкретно на вашем примере. Так будет просто проще. Подожди, тогда такой вопрос по этому же поводу. Если этот партнер, который поднялся в свою первую линию, если он делает активность, это будет считаться моей активностью век? Нет, это не ваш первый человек. То есть он все равно остается на второй линии? Это не влияет на это? Нет, нет, смотрите. Он всегда будет ваш второй или третий или пятая линия. То есть программа. Он не будет ваш первый. Даже если он ушел, он не будет ваш первый, он будет второй. То есть вам квалификация не отражается. Вы должны только понимать в бонусной структурном бонусе. То есть он не сделал закупку, он не сделал закупку и программа его не видит. А те люди под ним, которые сделали в этот месяц закупку, они автоматически будут вам высчитываться 10%. В вашем случае, вы управляющий директор, вы всегда получаете 10% от 6 уровня. И вы можете проследить… Я имела в виду про акции. Перемещается ли он фактически или просто это… Нет, нет, нет. Все понятно. Структурный бонус. Он вам не засчитывается в карьерном росте как первая линия. Нет. Ясно. Ясно. Понятно. Окей. Окей. Девчата, вот Дальний Восток. Сегодня, кто у нас еще был здесь, Наталья задавала вопрос. Немножко как-то вот по маркетинг-плану, немножко прояснилось. Вы знаете, вы сегодня прямо разжевали все. Вот я вот вообще досконально все поняла. Не знаю, как Татьяна, но если что, я ей объясню. Замечательно. Замечательно. То есть, смотрите, в этом как раз и заключается. Пока мы с вами не научимся маркетинг-плану и не будем понимать, как он работает, нам тяжело с вами прогнозировать доход, прогнозировать рост и квалификацию. А вы должны понимать, что у нас есть еще квалификации, да, по которым мы можем продвигаться, и мы должны опять быть для наших партнеров примером. То есть, ставить себе следующую цель. То есть, первая цель – это апгрейд сделать и стать управляющим директором. Это наша цель. То есть, заработать столько денег, чтобы мы могли сделать апгрейд. Это можно сделать через клиентскую базу. Это можно сделать своими деньгами. И вы знаете, зарабатывая деньги, мы всегда можем наши с бэк-офиса деньги использовать для апгрейда, для повышения статуса себе. То есть, наша задача – всех научить, именно понять, что управляющий директор дает нам больше возможностей, и обязательно потом понимать и знать. Для того, чтобы я стал корпоративным директором, это следующее ваше задание будет самим, посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы я стал корпоративным директором, сколько у меня должно быть управляющих. Что мне нужно сделать, какой товарооборот сделать и как товарооборот сделать, по первичкам, по вторичкам сделать, и сколько для следующей квалификации, для национального. То есть, что мне нужно, сколько мне нужно корпоративных или сколько мне нужно управляющих. То есть, чтобы вы понимали, как по карьерной лестнице можно еще подниматься. Что это дает, какие преимущества. Это ваше следующее задание, потому что легче будет нам делать занятия, и когда вы уже сами прочитали, потом мы проговорили, потом, может быть, задали вопрос, и знаете, как мы говорим, жетон на жетон, и стали проваливаться, и стали понимать. И очень важно знать еще, это вы знаете, что у нас в компании есть так называемые еще значки, которые вручаются при определенных условиях. То есть, APL имеет столько-то камушек, это тата квалификации, да, стартим, что такое, например, да, клуб миллион, то есть, стремимся мы всех зайти в клуб миллионеров. Или, на что бы я обратил внимание, очень, вот, лично очень хотел бы, чтобы вы обращали внимание на пчелку. Что такое пчелка, вот вам просто скажу, остальное вы сами посмотрите, есть фильм даже по квалификации, по награждению. Какие награды есть в компании. Пчелка, шмеля мы называем, да, это значок, который дается тем людям, которые сделали в 3 месяца, да, 10 управляющих директоров. То есть, подписали 10 управляющих директоров за 3 месяца. Это не обязательно, чтобы они сразу зашли на пакет, то есть, это могут быть и апгрейд, но эти должны стать 10 управляющих директоров в течение 3 месяцев. То есть, это как значит? Это не значит, что вы начали, у вас в этом месяце в январе, например, 1 только зашел, да, в феврале зашло, может быть, 7, в марте зашло еще 1, да, то есть, у вас вроде как, ну, 2, у вас вроде бы 9, да. Нет, тогда январь убирается, значит, в феврале вы 8 сделали, значит, в марте сделали 1, 9, значит, ну, например, да, что нужно сделать в следующем месяце? То есть, чтобы вы могли вытащить те 3 месяца, где у вас 10 даймондов, и вы тогда обязательно будете награждены еще вот такой замечательной пчелкой. Что это вам дает? Во-первых, вам это дает доход. То есть, представьте себе, в 3 месяца вы зарегистрировали 10 даймондов. Что это? Это только по стартовому бонусу 6 тысяч условных единиц зарплаты. Только по одному бонусу. Представляете, это значит, что? Это значит, когда вы поедете на мероприятие, которое, например, будет проводиться, форум, да, возможно, вас вызовут на сцену и вручат вам этот значок. То есть, вы станете узнаваемы, вас обязательно возьмут интервью, то есть, вас начнут замечать. И это наша цель и задача, чтобы всех наших партнеров, рано или поздно, да, которые стремятся к цели, идут к цели, чтобы их видели, чтобы их замечали, чтобы они с нами путешествовали, чтобы их награждали, да. Тогда эта жизнь активная, тогда она приобретает другие краски, совершенно другие краски, да, то есть, позитив, энергия, желание, да, и это вдохновляет. Поэтому на это я хотел бы сегодня занятие остановиться. Задание следующее. Следующее задание, я думаю, вы услышали. Так, где-то мне выйти с презентации. Да, девочки? Да, все понятно. Я вам рекомендую как можно больше посадить на следующие ПВК. Я уже обратную связь услышал. Очень благодарю за обратную связь. Для нас это очень важно. Я не знаю, Татьяна здесь нет, сегодня нету. Да, ну, благодарили Татьяну за прекрасный ПВК, который она провела. Я думаю, вот эти ПВК, которые постоянно будут проводиться, каждую вторую субботу, они именно сделаны для того, чтобы мы как можно больше приглашали на такие встречи людей. И моя рекомендация вам, да, вы можете озвонить 5-10 человек, пригласить абсолютно всех, но одного вы должны прямо, одного прямо проконтролировать, прямо вот проконтролировать, чтобы, во-первых, у него был зум, да, если у него есть, если нет, помочь ему наладить этот зум, да. Следующий, лучше всего, конечно, если вы прямо заберете этого человека и вместе с ним сядете у экрана. Неважно, вы можете к нему поехать домой, вместе с ним взять компьютер, зайти вместе, посадить его и вместе посмотреть ПВК, потому что у него обязательно будут вопросы, и эти вопросы прямо записать при нем. И следующее, или посадить его к себе, домой пригласить и вместе с ним смотреть, или поехать прямо к нему. То есть не делайте себе легко, а делайте себе именно, чтобы четко один человек сидел, потому что если вы начнете это делать, чтобы один человек с вами всегда рядом был, то у вас это колесо закрутится, потому что результат у людей по продукту всегда будет. Поэтому мы всегда просим с нашей стороны, дайте нам время, дайте нам время, делайте то, что мы говорим, и у вас обязательно будет результат. И обращайтесь к вышестоящему спонсору, не стесняйтесь на тройные звонки. Я понимаю, что многие из вас, может быть, образование имеет больше опыта в той сфере, где они работали, но тройной звонок нужен не для того, чтобы кто-то лучше рассказал, вы можете все это лучше сделать. Это психология человека, потому что люди хотят услышать не вас, именно вас, потому что они ваши знакомые, а именно человека извне. Поэтому я всем желаю хорошей недели, благотворной. Порассмотрите еще занятия, которые Лариса Нагель, может быть, прописала, сделали по построению постановки целей. Благодарим. Вот этот материал вообще замечательный. Вчера все слайды, которые были выложены, действительно, смотреть мы не смогли, но сами слайды уже говорят. Обязательно, Света, обязательно посмотрите, потому что у нас проходили занятия, внутренние занятия, очень известного человека, Мартин Даксель, который проводил занятия здесь. И Лариса, так как это, ученица Мартина Дакселя, она именно подготовила такое занятие, чтобы действительно вам было легче понимать, как ставится цель, и куда идти нужно, и как. И мы всех любим, уважаем, и понимаем, что у нас самая крутая компания, команда, и мы с вами должны добиться обязательно успехов. Всем удачи, счастливо. В следующую неделю у нас ПВК, правильно? ПВК. Спасибо, Виталий. Благодарю. Спасибо, спасибо большое. Все понятно, спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok